Отнесли в приемную Совета Федерации каждому сенатору письма. До этого были отправлены 450 депутатам Государственной Думы. Вопрос не решается. Президент Путин на прямой линии также озвучивал необходимость решения этого вопроса. Но по его поручению правительству, которое он дал до 15 февраля разработать меры поддержки, собираются лечить, только расширить с 2018 до 2021 года. А все вот эти ребята, кого вы там видите, им просто выписывают смертные приговоры. Их никто не хочет лечить, потому что они за грани 21 года. Скажите, пожалуйста, а как суд аргументировал свое решение об отказе? Никак не аргументировал. Когда заканчивалось судебное заседание, судья просто говорит высказать, и все. Без мотивировочной части? Мотивированное решение поступило намного позже, спустя уже больше, чем месяц. И в нем не было практически ни слова от нас, от меня адвоката, в сторону именно начала лечения. Были только слова департамента о том, что лечение интересует возможно. Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то шансы получить помощь, кроме государства? В настоящий момент нет. Ваши требования обеспечения лекарств от СМА за бюджетный счет? Ну, это суть, да, ну, как бы мы так конкретизировали, это внесение заболевания СМА в список заболеваний высокозаотрадных мозологий. И это позволяет финансировать лечение из федерального бюджета. Как обычно обосновываются отказы в ваш адрес? В судах, там, в... Они по-разному обосновываются. Вообще-то, некоторым взрослым в регионах дают лекарства. Но если я могу говорить о ситуации в Москве, поскольку мы живем в Москве, то, значит, нас посылают всех в орфанный центр. Этот орфанный центр всем 100% отказывает. По разным причинам. Ну, с мусором, одно слово там всегда фигурирует, нецелесообразно лечение. При том, что это смертельное заболевание, да, врачи ставят вердикт, лечение нецелесообразно. И хотя это лекарство зарегистрировано в России, сертифицировано, по всему миру лечит, детей их лечит. То есть оно имеет действие. Государство признает, что оно имеет лечебный эффект, но при этом отказывается с такой формулировкой. В Москву приехал, в Тюмени проблем нет. Данные мы все записали. И после этого сказали, что буду я знать, где мне выходить, а где не выходить. Решай проблему свою в Тюмени. Вот, после этого были различные проблемы. Не хочу даже говорить о них, чтобы не усугублять, но давление оказывалось немаленькое. Я просто переживаю за то, что если я буду эту тему развивать, я просто нагрежу своему ребенку. Вот смарт 4 типа, ребята, никто из вас не знает, когда проявится. Оно может проявиться после 30 лет. Сегодня с дорога ходишь, а завтра начнут спотыкаться. И все. Вот так это может быть. Поэтому это может коснуться каждый. Каждый 35-й житель населения, вообще, земли, по статистике, носитель сломого гена. Папа, мама, два носителя встречаются и рождается больной ребенок. Вообще никто не застрахован. Каждый 35-й житель населения, Продолжение следует...